Добрый день, вы на канале BigTime, ваша верного спутника в сфере научных публикаций. Ставьте класс, подписывайтесь на наш канал, а также поделитесь данные видео с вашими друзьями и коллегами. Меня зовут Александр Званский и сегодня я хочу рассказать вам, где просматривать импакт-фактор журнала из базы данных Web of Science, если у вас нет доступа к самой системе, к самой базе Web of Science. Для начала перейдем в Master Journalist, собственно сам каталог журналов базы данных Web of Science, онлайн ресурс. У нас было отдельное видео, снятое по просмотру и анализу журналов из базы данных Web of Science, где мы рассказывали, как смотреть, пользоваться данным ресурсом. Давайте откроем один из индексов цитирования, например, Science Citation Index Expanded. Далее просто сейчас выберем из общего перечня всех журналов, это будет самый первый журнал AAPG Bulletin. Копируем его название, переходим в поисковую систему, вставляем, и тут необходимо добавить факт-фактор, вот уже подсказка есть. И непосредственно, если мы попадем на журнал самого издания, либо же какой-то сторонний ресурс, который показывает статистику по журналу, то должны определить непосредственно импорт-фактор журнала. Здесь, как мы видим, сразу перешли на сайт этого журнала, и здесь вот указан факт-фактор текущий и за 5 лет. Как вы видите, я не перешел по первой ссылке, потому что вижу, что тут просто идут какие-то сторонние ресурсы. Исходя из самого названия, я определил, что AAPG.org – это более официальный ресурс для данного журнала. По каждому другому журналу может быть индивидуально проводиться поиск, но сама суть именно вот таковая, что без доступа к базе данных World of Science, где видно было бы конкретная статистика по импорт-фактору. Здесь через поисковую систему мы находим определенный сайт, либо же официальный, либо есть какой-то сторонний, и смотрим импорт-фактор. Спасибо за просмотр данного видео, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok